Уникальные изделия мастеров со всей России, обучающие мастер-классы от народных умельцев. Киров готовится к межрегиональному фестивалю «Кладовая ремесел». Он пройдет в предстоящие выходные, а накануне журналистам не только рассказали о изюминках фестиваля, но и провели мастер-класс по росписи дымковской игрушки. На несколько минут, отложив в сторону ручки и диктофоны, журналисты окунулись в мир народного творчества. Приглашенные спикеры тоже в стороне не остались. Увлеченно взявшись за роспись дымковской игрушки, они начали вспоминать, когда последний раз держали кисточки в руках. Я последний раз держал кисточку в июле прошлого года на фестивале «Вятский лапоть» в Кельмезе. Тогда с Никитой Юрьевичем мы раскрашивали деревянных лошадок. Я боюсь, что, видимо, только в школе. Павел Николаевич не брал меня на «Вятский лапоть». Не владея большими навыками в росписи дымковской игрушки, но имея большое желание обучиться этому, кировчане смогут на фестивале «Кладовая ремесел», а там будет возможность не только попробовать себя в росписи дымки, но и в других народных промыслах. Межрегиональный фестиваль проходит в Кирове уже третий год подряд. И в два фестивальных дня он умудряется собрать лучших промысловиков России. Уже известно, что удивлять кировчан приедут умельцы из 23 регионов. К примеру, участники из Твери представят народный костюм. Нижегородцы – хохламу. Гости из Татарстана привезут авторские украшения из натуральных камней. Саратовцы – петровскую глиняную игрушку. А мастера из Удмуртии покажут свои знаменитые ювелирные украшения в технике «Горячая эмаль». Участники будут не только демонстрировать свое творчество, но и учиться обмениваться опытом. Для них предусмотрена большая деловая программа. Будет семинар по маркетингу изделий народных художественных промыслов. Потому что наши мастера замечательно умеют их производить, делать, оформлять. Но дальше возникает вопрос, собственно говоря, реализации этих продуктов. И вот здесь мы постараемся дать им знания, новую информацию о том, как это делать в современных условиях. Будет семинар, посвященный вообще стратегии развития предприятий. Кроме интересной программы, организаторы обещают всем хорошее настроение. А самым удачливым еще и призы. Достаточно будет вырезать специальный купон на розыгрыш и сдать его на стойку организатора. Главный приз – кресло-качалка из лозы. А мастер-класс для журналистов закончился в фотосессии дымковских игрушек. Вергина Матевасян, Максим Козлов, Вести, Киров.